Утро первого понедельника октября не задалось 64-й школе. Из-за того, что в Заволжском районе отключили электроэнергию, сработала сигнализация в учебном заведении. Это антитеррористическое оповещение и противопожарная сигнализация. В одном из классов началась паника. Трое учеников выпрыгнули из окна второго этажа. Это случилось во время третьего урока. 5-й Г-класс занимался русским, но внезапно прозвучали сирены. Учитель последовала инструкциям и увела учеников в конец класса. Также забаррикадировали дверь, заперли замок и соорудили преграду из парт. Как нам объяснили специалисты управления образования, это первое, что должны сделать учителя при срабатывании оповещения. Дети, видимо, очень нервничали. И в какой-то момент один мальчик не выдержал, подбежал к окну и выпрыгнул с окна. Вслед за ним еще прыгнул один мальчик и девочка. Это еще, наверное, обусловлено тем, что дети хотели связаться с родителями, но, к сожалению, связь тоже была отключена и возможностей никакой не было. В результате падения ребята сильно ушиблись и получили травмы. У школьницы закрытый перелом ноги, у мальчика – ушибы, а у второго – подозрение на перелом пяток. Я связывалась с родителями детей. Дети все трое находятся в больнице, обследуются. У одной девочки сломана нога. Мальчики тоже травмированы. Они в средней тяжести состояния здоровья у детей. Пользуясь случаем, хочу попросить прощения у родителей, что такое произошло в моей школе сегодня. Пострадавшие госпитализированы в Ульяновской областную детскую клиническую больницу имени Горячего. Глава региона Алексей Русских уже навестил ребят и поговорил с лечащим врачом. Пока лечится дворец, это консервативное, консервативное лечение. По поводу третьего ребенка, по поводу девочки, будут делать снимки контрольные, где на Ульяновске смотрится, состояние засломков. Он видал, что и будет решаться на лече, там эти крючения. Ну, я думаю, парень с пятками, это уже неделю через две в школу пойдет. Нет, да? Через две. Похоже. Похоже, да? Да. Месяц полтора-два. А здесь месяц, наверное, да. Ну, здесь месяц, наверное. Сейчас-то вы не наложили, получается, гипс еще? Ну, пока нет, потому что будет вытягивание, будет. Там сейчас будет отек, большой отек сейчас там будет, поэтому около 70 лет на вытяжение, чтобы не было давления мягких планов. По информации Минздрава, дети в стабильном состоянии. Каждому оказывается вся необходимая помощь. Всем было в экстремном порядке проведен необходимый перечень исследований для обстановки правильного диагноза. И сейчас все дети находятся в отделении профильного стационара, получают лечение. По факту происшествия проводится проверка. Губернатор Ульяновской области поручил держать вопрос на особом контроле. Виктория Черкова, Анатолий Рассохин. Улправда ТВ. Улправда ТВ. Улправда ТВ. Улправда ТВ.